А я знаю, что Илюмжинов ванговал Березовскому при присутствии Татьяны Диченко в приемной логовазии. Что с ним произойдет? Ну, в смысле его как бы изгнание. Это было такое дело? Мы часто встречались, особенно в последнее время, перед отъездом его из России. Он как-то мне сказал, что там все, мне тут не место, уезжай. Я говорю, а что тебе там место? Потом мы с ним встречались и в Каннах, в его резиденции, и в Лондоне. И когда он начал говорить мне, вот я вот там поеду, вот кто-то, он тоже, ну, встречался тут в Москве, ну, не предсказатели там мне говорил, вот там вот одна такая женщина есть, вот она там вот так круто говорит, ну, типа на картах тут раскинул, кое-что мне начал говорить. Я говорю, знаешь, я вот как бы, ну, не то что доверяю, как бы ориентируюсь на проверенных, которые годами, десятилетиями, ну, типа как там Баба Ванга, да, с которым на протяжении 70 лет, да, начиная еще до Второй мировой войны люди приезжали и заканчивая вот в 96-м году. Он еще верил вот в все эти истории. Он немного, да, вот эти, когда мы с ними и во Франции встречались, он больше уводил на это, вот ты с Далай-Лама общался, вот ты с Бабой Вангой, вот ты, ну, и с другими, Саид Бабой. И вот в последнее время он тоже очень, как бы, интересовал, но когда он меня вот в Лаговазе вот спросил, я ему, что сказал, у тебя ничего хорошего это не ждет, он говорит, как, я такой великий там, я говорю, ну, ничего хорошего не ждет, не уезжай, вот я вот вижу, что, ну, если хочешь действительно помочь России, роду, президенту, Путину, да, вот. Он хотел помогать России, разве он думал о чем-то, кроме... Ну, сколько раз, ну, некоторые говорят, какой-то там монстр и так далее, там, ну да, он там зарабатывал, миллиардер, где-то такой был на грани, да, вот фола, да, там, ну, мошенник, не мошенник, но человек работал и старался, то есть у него видение было, у него тоже свой план был, он как вот видел, как не то, что стране помочь, а как, чтобы Россия была нормальной, развитой страной наравне там с другими, чтобы в России, не из России люди бежали, не из России капитал уходил, а чтобы наоборот в России капитал приходил. В России бизнесмены, американские бизнесмены, не наши депутаты, министры, которые покупают дома, квартиры в Каннах, на Мальбере, там, в Америке, в Лондоне, в Испании, на Мальбере, а чтобы там депутаты, сенаторы, конгрессмены американские, члены Европарламента стремились, в очереди стояли, чтобы купить здесь квартиру на Кутузовской ривьере, там, или... Дачу в Сочи, да, или в Крыму, там, особняк себе купить, вот такая, чтобы очередь стояла, об этом вот Березовский мечтал, можно сказать. А вы верите в то, что он искренне погрузился в православие, потому что Александр Глебович Невзоров называл это православием головного мозга у Бориса Абрамовича, то, что он стал очень... Я с ним десятки раз встречался, и, ну, как свидетель, да, я не знаю, может быть, он с другими говорил, я в нем не замечал такие измы, да, что вот он в православие ушел, или он там гадалкам там верит, или он такой супер-пупер там бизнесмен, или супер-пупер в политике, то есть он всегда где-то находил вот эту грань разумной достаточности, то есть равноприближенным и равноудаленным к той или иной теории, то есть он вот методом тыканья вот такого ушел. Я это к чему? Потому что в христианстве мы же знаем, что самоубийство считается смертным грехом, он ушел из жизни сам, или вы не верите? Я не верю, я вот в одном из... Вы считаете, что это устранение? Судя по тем разговорам, которые я провел, ну, с Березовским и в Москве, и во Франции, и затем вот в Лондоне тоже буквально за год до этого я его видел, вот, то есть таких панических настроений, да, он игрок, но он не тот игрок, который в казино все проиграв, выходит и застреливается, да, это не тот, если он даже в казино 10 раз проиграет, он все равно туда вернется. Кто тогда его устранил по вашей версии? Ну, не знаю, где он находился, в какой стране находился, наверное. То есть это британские спецслужбы? Ну, я не могу говорить, завтра они там в суд против меня там бегут и так далее. Вам не привыкать? Да, тем более, я там недавно был, и сейчас туда снова лечу, у меня там фонд, чест-вопис шахматы за мир. Я думаю, в интересах каких-то групп, я не думаю, что государство его устраняло, а в каждом государстве есть соответствующие или службы, чиновники, группы людей, группы бизнес-интересов и так далее. И вот одна из групп, я считаю, приняла решение, что он не должен дальше ходить и дышать лондонским воздухом. По половине скандалов в соцсетях в последнее время как раз связаны со строительством или попытком сноса, вообще вокруг храмов. Поэтому у меня пожелание, что когда откроется буддистский храм в Москве очередной, что все обошлось без скандалов. Спасибо. Спасибо.